На Вятскополянском заводе «Молот» готовится отметить День машиностроителя. Нынче у заводчан добавился еще один праздник – День оружейника, который учрежден в 2012 году с датой празднования 19 сентября. Тем временем в октябре на «Молоте» начало процедуры банкротства, а его ведущей позицией займет одно из дочерних предприятий – «Молот-оружие». Людмила Агалакова расскажет подробнее. Сергей Уржумцев – продолжатель заводской династии. В годы войны его бабушка трудилась на сборке легендарного ППШ. пистолета-пулемета «Шпагина». Спустя десятилетия Уржумцев-старший возглавил механо-сборочный цех, где и по сей день идет сборка уже не боевого, а гражданского оружия. А его сын сегодня – главный конструктор предприятия. Нами в настоящее время выпускается более 60 моделей различных образцов спортивно-охотничьего оружия, как собственного производства, собственной разработки, так и тех образцов, которые мы создаем в кооперации с прочими организациями, фирмами и так далее. Активно сейчас продвигается вопрос по кооперации с зарубежными партнерами. Нами уже подписаны, по крайней мере, два состоявшихся контракта с итальянской фирмой и с немецкой фирмой по совместному производству ряда проектов. Разработкой новых образцов охотничьего, гражданского и спортивного оружия занимается лаборатория Петра Макрушина. Сам он на молоте почти 40 лет. Только на поток встал новый карабин линейки «Вепри», а у изобретателей-оружейников готовы следующие изделия. Одним из самых последних наших новинок является комбинированное ружье-карабин самозарядное со сменными стволами. На сегодняшний день у нас полностью готово пять экземпляров, прошли испытания на полный ресурс. И мы готовы, в принципе, к середикации. Сегодня молот-оружие экспортирует свою продукцию в восемь стран мира. Предприятие также является единственным исполнителем России по утилизации стрелкового оружия. 465 тысяч единиц боевого оружия будет переведено в гражданское. Работа у коллектива цеха 26, который возглавляет Иван Панков, выше крыши. Уржунцев, Макрушин и Панков. Их называют на молоте не иначе, как наши золотники. Профессиональному празднику, Дню машиностроителей, все они награждены орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Свою награду каждый из них связывает с началом большого пути и становлением молодого предприятия «Молот-оружие». По данным Госкорпорации Ростехнологии, молот производит четверть реализуемого только в России гражданского оружия, которое сейчас завоевывает и зарубежный рынок. Марку оружейника молот держит высоко. Качество изделия – это основа оружия, на чем наш бренд предстоит. Это качество выпускаемой продукции. Сохранить бренд молота, производство спортивно-охотничьего и гражданского оружия можно только освободив от долгов материнское предприятие, акционерное общество «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот» через процедуру банкротства. Чтобы идти сегодня на финансово-хозяйственную деятельность «Молот», нужно разблокировать счеты. Здесь два пути есть. Первый – найти 400 миллионов и заплатить долговые обязательства, которые накоплены с 2005 года. Или второй вариант – это подбродство. Как ни печально, но это тоже вариант. В данной ситуации замораживаются все долговые обязательства предприятия и разблокируется расчетный счет. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.